я буду комментировать все эти фотографии а почему я сейчас объясню я выходец из деревенская деревни военный городок западная украина воинская область и все что я помню это только школу самую сельскую лес который рядом прилагался сады мы дети садили сады и мне тогда было шесть семь восемь девять десять одиннадцать лет и вроде бы а потом городская лиза костоянск и садногорск и тем не менее прошло время в голове щелкнуло и я стал одним из самых известных садоводов россии не верите проверьте вот теперь я хочу чтобы мои дети я в них заложил это сейчас увидите здоровье закалку и когда придет время у них тоже в голове что-то щелкнет и они станут садоводами вот то есть подряд мой путь вот доказательство этого да кстати я сейчас проверю идет и запись а запись идет это потом всяко бывает еще раз говорю я работаю для замечательного сайта подозвоним супер садовник и так я листаю и где-то может быть прокомментирую в конце будет самый главный комментатор самый главный комментарий которого будет зависеть жизнь уже не только мои детей но и ваших друзья я хочу чтобы вы это поняли чтобы до конца досмотрели и так поехали листаю все подряд вот и вот эти фотографии докажут что они болтут где-то буду комментировать вот такая жизнь должна быть у современных детей а не в городских джунглях не в городских джунглях подчеркиваю абрикос королевские невиданные плоды больше таких плодов нет на всей территории россии вишня особая сливы но сливы обычная видите как дети где играют у них это войдет привычка вот такой должен быть сад друзья вот такой посмотрите на эти лица это более создание мы только его инструментку что за богат что за богат Таких садов на всю Россию Всего несколько десятков А должно быть миллионы А почему? Посмотрите, видите, в них нигде Скорневые шеи в моем саду Это страшный бич Одна из страшных ошибок, друзья Гниение к корневых шейках В ямках для полива Это дикая яблоня Точнее, она уже не совсем дикая Но ребенок уже знает Чем отличается яблоня От ивы и тополя Вот Как ни поджечься лес Тоже знает Вот Посмотрите на это Дитё Оно идёт садить деревья Вот Настроил я его Что это будет важнейший момент В твоей жизни Ты посадишь чёрный Абрикос, кстати В этом году На этом чёрном абрикосе Первая ягодка Он ещё не знает На день-очерприз готовлю Вот Ребёнка Своё дерево чёрного абрикоса Которого Нет практически нигде Это он позирует Это он выкапывает Чтоб посадить на постоянное место Вот Посадка на холм По железу Дёрн неприкосновенный Видите Это ещё учёба Это не просто Ля-ля-ля Обрезка при посадке Чтоб выровнять Балансировать корни с кроны Иначе будет плохо развиваться Так как Корни искалечены И в этом году Впервые зацвёл Уроки в саду Настоящая работа Уже за деньги Вот Законы физики Я ему преподаю Таким образом Так происходит Путешествие Крови Или точнее Сока В деревьях С помощью Вот этого Нехитрого приёма Природа придумала Я только повторяю И учу этого ребёнка Будущего гения Вот так поднимается Вода По сосудам В скелете Дерева Подалось увеличить Размер плодов Три раза За вариантом сорта Это особый разговор Вот я и говорю Вот это вот Культурное А то что рядом лежит А культурное Дикари Которые лежат На скатерти Но не такие Они дикари Видите Вот Это он собрал Ведро И получил За это 100 рублей Это тоже работа И уже деньги Хочешь Держи деньги Нужны Давай Работай Вот Как бы мило Не выглядят Эти картинки Да Но Я детей Делаю Мужчин и Женщин Ковновидные яблони В Сибири Больше Нигде В Сибири Вы не увидите Таких яблон Так уж Получилось Все Что продажи Купили Продажи Ковновидные яблони Не сразу Выбрасывайте Я имею ввиду Сибиряков Теплица Здесь у меня Сохраняется Генофонд Персиков Бывает гибнут На свежем воздухе Бывает и плодоносят А бывает и гибнут А теплица Это страховой фонд А дети работают А что делать Вот Вот это Учебная фотография Я всем говорю Мы теряем детей Сотнями Тысячами Каждый год Тонут Каждый год Все должны пройти Все дети Через бассейны Все дети должны Получить Спортивные разряды Дети должны Плавать Как по плотке Чтоб их невозможно Было Чтоб они утонули Чтоб это было Невозможно Вместо этого Они тонут И тонут Потому что Можно научить детей Глупым Школьным программам Никому не нужным Вспомните Синусы Косинусы Для девочек А потом Он вместе С этими знаниями Тонет А сделать так Чтобы все дети По окончанию школы Вместе с этим Самым С дипломом Диплом Как это называется Вот память О чем Мы получаем Когда заканчиваем 11 лет Вспоминаем Ой Что-то я не сказал Справка В среднем Образовании Вот память Забыл Уже 72 года Но главное Я помню Дети выходят Со школы Физически неполноценные Вот Тогда я говорю Не искуйте Детьми Он может Нажнуть И не вынагнуть А вода Ледяная Это гордая река Которая летом Не сей Которая летом Не прогревается Ничего Вот это я превратил В игру Видите Молодой сад 2015 Я его заложил Через 3 года Он стал вот таким Вот Я тоже сдал экзамен А то вот Учишь других Учишь А вдруг Кто-то скажет Да ты сам там Улеешь Вот очередной Мой сад Неубиваемый Громантика Будь колбаса И все таки Романтика Научиться драться Ребенок должен вместе с этим Раньше чем научиться Одновременно Как ходить Как писать Как считать Вот Пригодится в жизни Самое главное Что я внушил ребенка Это Тот кто первый Дарил Тот уже проиграл Математика Математика Ну первое дело Учить вот таким путем детей А вот это надо Бедные девочки Синусы Косинусы Тангенсы Котангенсы Вот Какой черт Это им надо Логарифм Смысл логарифма Хоть одна Хоть одна из тысячи Знаете что такое Для чего Смысл его Для чего все это самое Для чего Это зубрежка Глупая А элементарного Не знают Учится садить Картошку Вот Площадка Я показывал Сфотографировал Из месяца Изо дня День Из месяца В месяц Ни одного Ребенка Кроме моих Детская площадка Абсолютно Пустая И в субботу Пустая И в воскресенье Пустая Но из фотографии Зимой Снег выпал Проходит день Двойне От того следа Ребенка Следующее поколение Подрастает Это уже серьезно Это уже заработок денег Сбор вишни Зачем И мякоть пригодится И косточки вам продам Это особая вишня Самая врачка В мире Я на ней Черешню Прибываю Среднее поколение Один из лучших Садоводов В России Сергей Желинов Он же Крановщик Потому что Садоводство Прокормить не смогло Вот Диплом Есть агронома И Работает Крановщиком Как садоводство Садоводство Не нужен Вот Ну а дети Играют Кого? Трогашей Милые какие Работает 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 Нечего Вот Каждый Ходит два кружка Дорого Мне Входится О Дорого Вот Это Значит Там Огурцом Первый раз в жизни Она держала В руках Кабачок Это мы деремся Девочки Тоже Дрожат Уметь Драться Лучший Сад Сибири Один из лучших В России Ковновидные яблони Лучшие деревья Ковновидные яблони И много чего Только в моем саду Во всей Сибири Это сбор Это сбор семечек Для вас Столько добра Пропадает Из-за того Что надо Подпортить Яблоки Подпортить Чтобы перелез Чтобы перележали Груши И сливы Абрикосы И вишни И черешни И персики Так Кажется Все Закончилось А теперь Я Еще раз Глядя Вот на это Вот Это чудо Посмотрите Это чудо Да Увидится Обидится Скажет Нашел фотографию Ну пусть вот это Итак Закалка Заключается В следующем У каждого Из мужчин Между ног Болтается И на П Называется Писька Вот Вместе с двумя яичками Я не стал Глупо говорить Вот Я говорю Очень вежливо Писька С двумя яичками Вот эти яички Они У мальчиков У современных Находятся В очень Неправильном положении Вот Вначале Подгузники Вначале Памперсы Потом Тесные Трусы Пламки Создали Искусственную Брюшину Вы знаете Когда яички Не выходят Из мальчиков Наружу Не выходят Бывает Остается Брюшини Ребенок Остается Бесплодный И он Уже Не настоящий Мужчина Потому что У него Не развились Нормально Половые органы Железы И у него Очень мало Мужских Гормонов Крови А мужские Гормоны Это И ум И сила И смелость И прочее Качество И физическое И моральное И физическое И Омственное Вот И вот это То что Последние Десятки Уже не годы Десятки лет Были созданы Условия Для Искусственной Брюшины У миллионов У всех Уже последние Пару поколений Мальчиков Привело к тому Что началась Деградация Общества Которое Мы не догадываемся Я имею ввиду Не догадываться Абсолютно Большинство Детика Проблем Не существует Процент Геев Растет Те кто не стал Геями Они вместо Сильникс Благодаря Вот этой Искусственной Брюшине Так называют Памперсы Подгузники Тесные Трусы Плапки Теплая одежда Это Поза Когда большую часть Времени Ноги зажаты И тоже создают Представьте себе Ноги зажаты Почему Потому что Мы сидим И мало Двигаемся Вот А Яички должны Все время быть При температуре На несколько градусов Снижены По сравнению С температурой Тела Так устроила Природа Посмотрите На наших Родственников На собак Лошадей И прочих Этих самых Мужских представителей Животного мира Вот И у нас То же самое Должно было Развиваться Сейчас Идет Деградация Мужчин Как Мужских Организмов И Потомство Мужчины Слабеет Это еще И горе Женщин Женщинам Нужны самцы В том числе Не только Умные Но и физически Сильные И сексуальные Сильные Это здоровье Настояние Здоровье Всей нации Вот А это Кажем Годом Хуже Хуже ЛГБТ Знаете Что такое Лежбиянки Вот Геи И прочее Трансвеститы Это все Давляет Над нами Это Даже лидеры Становятся Слабее Словей Потому что Селекции Больше нет И лидеры Выбираются Из слабых Мужчин Вот И происходит То что происходит Мы будем Уничтожены Задавлены Более продвинутыми С физической Точки Зрения Нациями Намекать Не надо Вот Вспомните Что весь Китай Занимается Уличными Тренировками А у нас Вот это Я и хотел сказать Это настоящее горе Это настоящая беда России Вот Потому что Уже К власти пришли Я их называю Памперсниками То есть Мужчины Которые выросли Памперсах Которые по Фрейду Не развивались Вот В основном Психика их Осталась детская У мужчин Взрослых Это капризность Это слабоволие Вот Это невозможность Дать потомство Многим помогают Только они этого Не знают Вот И Хотел Даже Одну грубую Поговорку Сказать О чем Думает Жена Профессора Лежа под этим Под сантехником В общем Поняли Да И Да можно не продолжать Это грубо Оно Справедливо Но вернее Жизненно Я на этом заканчиваю Друзья Еще раз скажу У вас есть дети Последите Чтобы когда Они в одежде У них не было Под одеждой Трусов Это очень важно Трусы плюс Обычно Даже в садики Я сам Сколько детей водил В садик Это требование Буквально Трусы А сверху Шорты Или трусы Или шорты Вот так должно быть Спать Без трусов Только без трусов И много Много Что еще Образ жизни Физически Двигаться 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 Вот Чтобы оно между ног Болталось И охлаждалось Это очень важно Я сейчас говорю С взрослыми людьми И с детьми Все До свидания Друзья Субтитры сделал DimaTorzok